Приветствую вас! В вашем вопросе, который вы задаёте, ну, то есть это даже не вопрос, а такой просто, как бы, растерянность, это свидетельство того, что вы растеряны, да? Вот, значит, остаётся определённого рода недосказанность, если вы понимаете, конечно, о чём идет речь, то есть, вроде как есть проблема определённого рода, но непонятно, из чего она вообще получилась, эта проблема, то есть, вы говорите, парень не стал звонить, а должен был? Вы с ним в отношениях, может быть, были или что? Почему он, вот, должен был, по-вашему мнению, позвонить? Что указывало на то, что он позвонит? Если, например, у вас, ну, допустим, была только одна встреча, ну, допустим, только одна была встреча, и всё, больше встреч не было, например, то, соответственно, это могло означать, но могло и может означать, что парень элементарно, например, ну, вами не заинтересовался, то есть, вы просто парня не привлекли, это не хорошо и не плохо, это просто как бы, ну, так есть, это реально, и нельзя, например, ну, допустим, обвинять себя в этом, допустим, нельзя, например, считать, что это вы что-то сделали не так, то есть, объективно, люди могут друг другу не понравиться, объективно, люди могут, там, допустим, ну, объективно, люди могут друг друга не устроить, и никуда от этого не деться. К сожалению, хотим мы этого или нет, вот, то есть, как бы здесь ничего не пойдёт, просто вот вы встретились с парнем, какое-то время с ним провели, да, и после этого, как бы он понял, что вы для него, ну, не пара, вот. Это не у вас проблема, это просто нормальные, нормальные, так сказать, обстоятельства, вот. Здесь важно понять, почему вы, например, в случае, если считаете, что ответственность на вас, или переживаете из-за этого, почему вы так, ну, так предвзято относитесь к этому, да, то есть, почему парень обязательно должен вам, ну, проявлять к вам какой-то вот интерес, почему он должен был позвонить в этом случае. Значит, далее. Далее, предположим, что у вас с мужчиной есть всё-таки отношения какие-то, и вы в этих отношениях с ним находитесь, и он вам не стал звонить. То есть, не стал здесь перестал. Соответственно, в этом случае нужно уточнить, узнать, что между вами было, что произошло между вами, какие, ну, моменты могли с вами произойти, и по какой причине мужчина мог перестать вам, там, например, звонить. То есть, что-то произошло. Либо у него, там, интерес пропал, допустим, либо, там, ещё что-то произошло, тут, может быть, много вариантов. Но в любом случае анализировать нужно и вам своё поведение и, собственно говоря, поведение вашего мужчины для того, чтобы постараться понять, так в чём же дело? Из-за чего такая ситуация произошла? Ведь не просто же так она случилась, правильно? Ну, я, например, вот, более чем уверен, что у этого есть причины. То есть, либо вы молодого человека обидели чем-то, либо, либо между вами возникло какое-то недопонимание, либо, ну, собственно, есть вероятность того, что молодой человек просто потерял к вам интерес. Но если это так, то, что, поделать здесь, опять же, ничего нельзя. То есть, это его реакция, это его видение, и вы повлиять на неё не сможете, на реакцию и на видение. Вот, это невозможно. То есть, данный момент вам, ну, данный момент вам тоже нужно обязательно учитывать. И во всей этой ситуации, во всём этом моменте, Пожалуйста, постарайтесь определить для себя причину ваших переживаний. То есть, из-за чего такие у вас переживания. То есть, ну, молодой человек перестал звонить. Окей. Перестал звонить молодой человеку. Хорошо. Ладно. Но, как бы, почему вы так переживаете? Откуда у вас зависимость от него, ну, настолько? Настолько, чтобы прямо, вот, всё, вот, вы, ну, не знаете, что делать, вы растерянны и так далее? То есть, почему так? Откуда такая заинтересованность в молодом человеке? Вот. Это тоже очень важно понять. Для того, чтобы подкорректировать, если, ну, потребуется, если, если будет в этом нужда, например. Ваше поведение, ваша модель поведения. Потому что вполне возможно, что молодой человек перестал с вами быть именно по той причине, что, допустим, допустим. У вас может быть деструктивное, деструктивное поведение, деструктивная модель поведения, которая, ну, по какой-либо причине, да, не подходит ему. Ну, просто вот такая женщина, как вы, с вашими ценностями, да, с вашими взглядами, с вашей ценностью ему не подходит. И опять же дело здесь не в вас, опять же здесь дело не в том, что вы что-то сделали не так, а дело здесь именно в самом мужчине, который, в общем-то, просто, может быть, не сразу понял, что вообще-то говоря, например, ему нужно, что вообще-то говоря, вам нужно. Чего вы, например, от него ожидали, чего он ожидал от вас, ну и так далее. Вот. Тут ведь, эээм, нужно понимать, что люди далеко не сразу раскрываются друг перед другом. Тогда бывает такая ситуация, что, эээм, ну, далеко не сразу есть возможность раскрыться, далеко не сразу есть, эээм, такая возможность показать человеку, какой ты, кто ты. И когда это происходит, многие люди оказываются не готовы к тому, чтобы, ну, человека принимать, вот, например, ну, таким, да. И здесь, к сожалению, опять же, эээм, ничего не поделать с этим, то есть тут ничего не поменять, ничего не исправить. Эээм, тут либо человек принимает вас такое, либо нет. Исключение составляет только, эээм, те ситуации, когда вы, например, эээм, ну, допустим, когда вы, ээээ, скажем так, продвигаете не совсем конструктивную, не совсем позитивную модель поведения. В таком случае она, модель поведения, требуется в корректировке. На этом всё. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку, буду рад вам помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи вам! Удачи! 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 Удачи!